МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости в студии Натальи Токмагашева. О самых интересных событиях Кузбасса вам расскажу я и мои коллеги. И вот, что вас ждет. Нешелковые долги. Это суду только можно принять решение, законы, незаконные. Ничего не можем сказать. Работа кемеровского автосалона «Лада» приостановлена из-за невыплаченного кредита. Первый в жизни домашний очаг. Сразу в глаза кинулся этот большой зал. Сироты празднуют новоселье в поселке Звездном. Трое горняков в больнице с ожогами. В Прокопьевской шахте вспыхнул метан. Прошлой ночью три горняка шахты «Коксовая-2» в Прокопьевске пострадали от вспышки метана из-за нарушения правил ведения горных работ. Сейчас все они проходят лечение в больнице. Губернатор Роман Тулеев направил телеграммы собственникам и руководителям угольных предприятий «Кузбасса» с требованием провести комиссионные проверки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии на «Коксовой-2». Всего на момент вспышки газа и метана в шахте было 86 человек. Наверх поднялись 56 горняков, остальные находились под землей, чтобы сохранить работоспособность шахты. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Квартиры в честь 18-летия им положены по закону. Вот только получить свое жилье 8 сирот из Кемеровского района никак не могли. Путь к дому лежал через суд и закончился сегодня в поселке Звездном. Заветные ключи сиротам вручили судебные приставы. Елена Мешкова о тех, кто наконец узнал, что такое домашний очаг. Новоселам повезло. День, когда они знакомятся с квартирами, выдался теплым, солнечным. В новое жилье людей они случайно заселяют в самом начале осени, чтобы у них было время обжиться и подготовиться к зимнему сезону. Новым соседям здесь настолько рады, что специально для них устроили концерт прямо у крыльца построенного дома. Односельчанами жителей Звездного с сегодняшнего дня стали молодые семьи, сироты, инвалиды, ветераны боевых действий, матери-одиночки. Те, кому нужна была помощь и кто воспользовался бюджетными программами. Для третьей новоселов это первый домашний очаг. 8 сирот теперь будут жить по адресу улица Школьная, 6А. К сожалению, у нас очень большая очередность. Больше 300 человек, которые сегодня нуждаются в отдельном своем жилье. И это действительно государственные полномочия, исполнять которые надлежит муниципалитету. Впереди очень много для этого работы. По закону, каждый, кто вырос без родителей, как только ему исполнится 18, имеет право бесплатно получить собственное жилье. Юноша или девушка подает заявление в суд, который выносит решение обеспечить сироту жильем. Контроль за исполнением выполняют судебные приставы. Вместе с администрацией они ищут для молодых людей квартиру. Последним остается дождаться своей очереди. То решение, которое вынес суд, мы должны исполнить. Если суд вынес решение, выселить их в Кемеровский район, неважно, в каком поселке будет возведен дом. В дальнейшем они, конечно, могут распоряжаться своим жилым помещением, как захотят. Маленькая Настя не случайно пустилась в пляс. Она в предвкушении переезда в новую квартиру. У ее мамы родителей не было. Она выросла под опекой тети. Пришло время становиться хозяйкой собственного очага. Сразу вот в глаза кинулся вот этот большой зал. Ну, красиво тут. Сначала определили место для первого растения в доме. Саженец комнатной пальмы преподнесли к новоселью. Подарок будет жить на окне просторной комнаты студии. Гостиная и кухня два в одном. Европейские традиции дошли и до поселка Звездный. Родственники Анны разглядывают еще один презент – электрическую плиту. Теперь будут ждать, когда хозяйка позовет на первый обед. Дочка Настя, не выпуская из рук ключи от новой квартиры, рассказывает, что приготовит мама. Картошка, мятошка, кушанька вот. Стоимость этого проекта, благодаря которому свое жилье обрели 25 семей – 25 миллионов рублей. Квартиры сданы под ключ. Установлены двери, пластиковые стеклопакеты, сантехника, есть холодная и горячая вода, сигнализация, сделан косметический ремонт. Осталось только завести мебель и начать, как говорят в народе, жить-поживать да добра наживать. Елена Мешкова, Константин Червяков, новости моего города. Ирина Федорова, занимавшая пользу заместителя главы города по социальным вопросам, ушла в отставку. Кто займет ее кресло, пока неизвестно. По словам Ирины Федоровны, она решила полностью посвятить себя семье, ведь в августе она стала бабушкой во второй раз. В областной администрации тоже изменения. Назначен новый начальник Департамента образования и науки Кемеровской области. С сегодняшнего дня эту должность занимает Артур Чепкасов. С 2000 по 2009 год он занимал должность начальника Департамента молодежной политики и спорта. До назначения Артур Владимирович был деканом факультета филологии и журналистики Кемеровского госуниверситета. Без света и воды сидят кемеровчане 500 квартир. Виноваты сами, они задолжали коммунальщикам 125 миллионов рублей. Целых полгода за услуги ЖКХ не платят 5000 человек. Чтобы простимулировать нерадивых жильцов вернуть долг, коммунальщики пошли на крайние меры. Остальным должникам специалисты управляющих компаний отправили уведомление о том, что в течение 30 дней подача коммунальных услуг будет ограничена. Тем, кто не может платить по объективным причинам, идут на уступки и разрешают погашать задолженность в рассрочку. На горячую линию телеканала «Мой город» обратилась владелица автосалона «Лада» Штона Тухачевского 108А Лилия Емельянова. Она рассказала, ее и других сотрудников компании пытаются выселить из рабочего помещения. Бывший собственник здания, в котором сейчас располагается автосалон, в свое время не выплатил крупный кредит МДМ-банку, а долги нужно возвращать. Тему продолжит Анна Печенегова. Арест имущества. Пару дней назад такое решение суда принес Лилия Емельянова, следователь. По юридическому документу, собственность здания и земельная территория, которой владеет женщина, не подлежит эксплуатации. Получается, продавать автомобили в этом помещении Лилии Петровне больше нельзя. И, в связи с тем, что наложен арест, он вынужден передать на ответ хранения третьему лицу. Мы задали вопрос, на каком основании третьему лицу, поскольку мы являемся собственниками этого здания и готовы на период решения судебных вопросов взять на ответ хранения, то есть на себя, как на собственника. И в сохранности это здание держать до того, как суд решит, кому принадлежит по закону это здание. Долг есть долг, и его нужно вернуть. Эту позицию отстаивает МДМ-банк. На данный момент выполняем ту функцию, которая на нас возложена постановлением следователя о наложении ареста. Данное имущество изъято и не может эксплуатироваться. И мы за него на сегодняшний день отвечаем. Оказалось, задолжал прежний собственник здания. В свое время на покупку помещений и придворовой территории он взял деньги у МДМ-банка, которые не вернул. Через пару лет здание продали на торгах юридическому лицу, а уже в апреле этого года помещение с территории приобрела Лилия Петровна. О том, что с недвижимостью проблемы, женщина узнала уже от полицейских. Они утверждают, что торги, по которым было продано это здание, тому юридическому лицу, которых мы уже приобретали, были незаконно совершены. Но это суду только можно принять решение, законно и незаконно. То есть мы тут ничего не можем сказать. Единственное, просим на время решения этого вопроса отдать на ответ хранение наше здание нам. Больше мы ничего не просим. На чьей стороне правда выяснит закон? В Кемеровской полиции нам пояснили, что арест на имущество действительно наложен судом, а потому сейчас проводится ряд экспертиз и следственных действий. Итоговый комментарий мы сможем получить лишь после всех проверок, когда будет принято законное решение по этому вопросу. Мы продолжаем следить за развитием событий. Анна Печенегова, Алексей Зайцев, новости моего города. А если и вы попали в трудную ситуацию и не знаете, куда обратиться, звоните на телефон горячей линии телеканала «Мой город» 8 933 300 0300. Будем разбираться вместе. Сегодня в «Коммерсанте» опубликовали сообщение от украинской партии «Бютбатьковщина». В нем говорится, иск России к Украине выгоден для экс-премьера Юлии Тимошенко. Цитирую. Этот иск просто подарок для нас, ведь если суд откажет россиянам в его удовлетворении, то фактически признает, что никакого долга перед Минобороны России у украинского кабинета министров нет, а значит и нет предмета преступления Юлии Тимошенко. Если же иск будет удовлетворен, то за возможность третировать по этому делу Юлию Тимошенко президенту Украины Виктору Януковичу придется заплатить более 3 миллиардов гривен. Кемеровская область выбирает свою главную знаменитость. К 70-летию региона во всех городах стартовала акция «Самые известные люди в истории Кузбасса». Ее участниками могут стать все жители области. Первый этап уличный стартовал сегодня. Активисты «Молодой гвардии» прямо на улице предлагали горожанам узнать человека по фотографии. На снимках ученые, врачи, деятели искусства и знаменитые спортсмены. В списке оказались летчик Алексей Мартемьянов, боксер Юрий Арбачаков, основатель кузбасской хирургии Михаил Подгорбунский и другие известные жители региона разных лет. Вторым этапом акции станет интернет-голосование, в котором и определится самый знаменитый житель нашего региона. Это в принципе для того, чтобы людям рассказать, напомнить о том, что у нас есть люди, которыми стоит гордиться, что очень важно знать свою историю. Старушка с собачкой потеряла память прямо на улице. Сегодня в центре Кемерово пожилая женщина несколько часов не могла вспомнить дорогу домой. Почти весь день она просидела на пороге магазина, просила помощи, но никто не обращал внимания. Елена Бондарева о даме с собачкой. Прохожими, обратившими внимание на потерявшуюся бабушку, оказались сотрудники канала «Мой город». Старушка гуляла с любимым сом Алишей и потерялась. Это мой друг. Алиша? Алиша? Он тоже замучился. А почему вы здесь сидите? А мне больше сидеть-то. Ну, домой. Вы давно здесь. Домой не хотите? Ну, давай меня, уведи домой. Чтобы помочь Антонине Епифановне Рабинович, так представилась пожилая женщина, мы вызвали полицейских. Для них возвращать потерявшихся стариков – дело привычное. Обычно это все, слава богу, у нас хорошо проходит. Бабушек, дедушек доставляем домой. Потерявшаяся старушка номер своей квартиры не помнит. Смогла назвать только улицу и дом, но и эта информация может быть неверной. В таком случае полицейские доставят бабушку в отдел и будут искать родственников по своим каналам. Садитесь сюда поближе, ага. Помочь в поиске родственников потерявшейся старушки может любой из зрителей. Если вам знакомо ее лицо, звоните по телефону 02. Не проходите мимо. На улице нередко можно встретить пожилых людей, которым нужна помощь. Елена Бондарева, Константин Червяков. Новости моего города. Это еще не все. Смотрите далее. Вместо огнетушителя рисунок. В Кемерове открылась выставка детских работ с противопожарной тематикой. Генеральная репетиция главного старта страны. В Кемерове прошел чемпионат Сибири под дзюдо. В фокусе Гудлайна в воскресенье оператор связи провел свой традиционный фотоконкурс. Любой кемеровчанин мог проявить фантазию, провести отлично время и к тому же получить подарки. Под оранжевым цветом отдохнула Единея Аюпова. Гуд погода, гуд настроение. Оператор связи Гудлайн вновь радовал друзей в парке чудес. Фотоконкурс «Фокус-2012» на этот раз собрал рекордное количество команд. Более 60-ти. Фотоконкурс «Фокус» компания Гудлайн проводит уже пятый год. В этом году к нам добавились такие города, как Прокопевск и Новокузнецк. И привлекательный этот конкурс тем, что в нем могут участвовать как профессиональные фотографы, так и фотографы-любители. Часто люди участвуют целыми семьями. Это отличный способ провести досуг, провести прекрасное солнечное воскресенье в приятной компании. Кроме приятной компании, Гудлайн приготовил не менее приятные и ценные призы. Нужно только сразиться с соперником в интерактивных играх и сделать оригинальные фото по заданию ведущего. Уверенности Жени и Кости из команды «Десять колес» не занимать. Им важно как участие, так и уникальные подарки. Мы посчитали, что у нас будет гораздо явное преимущество, потому что у нас с собой десять колес. Кости и восемь у меня. И мы надеялись, что будет скорость главная, и поэтому в скорости мы здесь были бы первые. Игроки и гости получили заряд положительных эмоций на всю осень. Конкурс расширяет границы. Ожидается, что в «Фокусе-2013» будет весь Кузбасс. Дения Аюпова, Сергей Юрин. Новости моего города. Спички из папье-маше, ткани и даже бисера. Сегодня в Кемерове на детской выставке со страстным названием «Останови огонь» можно было увидеть и не такое. Благодаря творчеству дети становятся способны на героические поступки, говорят пожарные. Уже были случаи, когда малыши спасали друг друга из огня. Как фантазия развивает храбрость в нашем следующем сюжете. Рисунки, папье-маше, вышивка, изделия из бисера, бумага, пластика, пластилина. Все работы, выставленные в областной библиотеке имени Федорова, выполнены в традиционном стиле. Хотя сама тема заявлена необычная. «Останови огонь». Главным героем экспозиции стала обыкновенная спичка. И как объект творческого вдохновения детей, и как самая распространенная причина пожара. Количество пожаров по причине детской жалости уменьшилось до ноля. Самое главное – снижена гибель детей при пожаре. Дети сами спасают даже соседских детей, открывают, выводят. Огромная польза вот в этих конкурсах. Выставка «Передвижная». Открывшись сегодня в библиотеке, она будет путешествовать по школам. Заглянет и в пожарные подразделения города. Для огнеборца Михаила Александрова встреча со школьниками – такая же важная часть работы, как и тушение пожара и спасение из пекла людей. Ну а пекла, вы знаете, хирургу тоже страшно, наверное, пытаться залезть в такие органы, как сердце и так далее. И тем не менее, пожарные, они выступают вперед. Сначала для нас стоит задача спасания людей и тушения пожаров. Конкурсу детского рисунка, который придумала и проводит Всероссийское добровольное пожарное общество, уже 10 лет. Картины победителя отправляют в Москву, в Центральное управление. Но главное не награды, а то, что творчество – самое лучшее занятие от безделья, которое и приводит к шалости и пожарам. Понравилось вышитое картино-полотно, вышитое, там дракон есть, представлен какие-то еще. То есть все работы связаны с огнем, то есть как ребят вообще видят огонь, что он из себя представляет, как они к нему относятся. Собственно, вот это я отметил. В областной библиотеке выставка будет работать в течение месяца. И посвящена она не только противопожарной пропаганде, но и славной дате. В этом году исполняется 120 лет образования Императорского пожарного российского общества. Лариса Кольцова, Людмила Казаченко, Константин Червяков. Новости моего города. Неожиданных гостей на автостоянке засекла камера видеонаблюдения в поселке Каста Штагольского района. На этих кадрах видно, как трое медведей свободно пробрались на территорию стоянки. Какую цель преследовали хищники, неизвестно, но примерно через час один медведь убежал. Скорее всего, зверя спугнул выезжающий автобус. Двое его мохнатых друзей, видимо, задержались на стоянке подольше. Как закончился хищный визит, неизвестно. За прошедшее лето это не первый выход медведей из леса к цивилизации. Однако все визиты были мирными. Из людей никто не пострадал. А теперь новости спорта. Кузбасские спортсмены на главном турнире планеты. В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат мира по тайскому боксу. После трех дней соревнований в копилке у сборной России как победы, так и поражения. Из борьбы выбыл спортсмен из Дагестана Ахмед Хайбулаев. Свой первый бой на турнире проиграл кузбасский тайбоксер Станислав Гаврилов. Опытному бойцу Алексею Ульянову на первом этапе попался один из лидеров турнира, одолеть которого нашему земляку не удалось. Большая часть кузбасских спортсменов продолжает поход за медалями чемпионата мира. Общий настрой команды хороший. Мы знаем и рассчитываем на наши силы, наших чемпионов, которые у нас есть в весах других. И будем надеяться, что поддержит победу они. Минувшие выходные в Кемерове прошли под знаком дзюдо. В областную столицу приехали сильнейшие спортсмены со всего региона, чтобы побороться за звание чемпиона Сибирского федерального округа и путевки на главный старт страны, который пройдет в региональном центре дзюдо Кузбасса с 1 по 5 октября. Об успехах наших земляков на сибирском татаме расскажет Татьяна Савельева. Перед каждым выходом на татаме дзюдоисты проходят через судью на контроле. С помощью специальной линейки буквально за несколько секунд с точностью до миллиметра он измеряет дзюдо ге спортсменов. Борьба должна быть честной еще до старта. Здесь мелочей не бывает. В региональном центре дзюдо Кузбасса более 200 сильнейших спортсменов со всей Сибири. С самого утра борются за медали. Первое золото в копилку сборной Кузбасса принесла Екатерина Дюкова. В решающей схватке девушка повторила подвиг олимпийского чемпиона Арсена Галстяна, одержав чистую победу ипоном. Это все равно, что нокаут в боксе. Финал поединка Георгия Шмакова получился менее эффектным, но таким же результативным. Как итог, еще одна медаль высшей пробы весовой категории до 73 килограммов. Финальная схватка кузбассовца Сергея Савича словно шахматная партия на захватах, которая закончилась чистой победой и принесла хозяевам турнира еще одного чемпиона Сибири. А то, что ипоном, красиво, приятно. Но я бы был рад любой победе, даже минимальной. Потому что победа – это победа, несмотря сколько ты выиграл. Сосед регионального центра дзюдо Кузбасса, спортивный комплекс Арена, на эти два дня сменил волейбольное покрытие на татами. Здесь участники чемпионата Сибирского федерального округа разминаются перед схватками. Во второй соревновательный день действующий чемпион страны Михаил Козыдуб в финальной схватке сошелся с принципиальным соперником, которого одолел без труда. Украшением двухдневного марафона дзюдо стал заключительный поединок чемпионата в весовой категории свыше 100 килограммов. В финале два кузбасских спортсмена. В итоге золото у молодого Рустама Елоева, серебрового опытного Михаила Грабченко. Чемпионы признаются, подготовку к российскому старту начнут уже завтра. На данный момент это уже как этап подготовки к чемпионату России, наверное, больше. Главное завоевать путевку, а все силы надо бросить к чемпионату подготовки. Пять золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали. Итог выступления кузбасских спортсменов на чемпионате Сибири. В общекомандном зачете сборная нашей области стала второй, пропустив вперед только спортсменов из Красноярского края. Следующий шаг – проверка сил на главном старте страны. Татьяна Савельева, Александр Белкин. Новости моего города. Первые после первого предварительного волейболисты кузбасса завершили выступление на стартовом этапе Кубка страны, который прошел в Нижнем Новгороде. В трех из четырех матчах команда Дениса Матусевича одержала победу. По ходу турнира кемеровчане обыграли Нижегородскую губернию, столичный МГТУ и Казанский «Зенит». Уступил кузбасс только нефтянику из Оренбурга. После небольшого перерыва команды продолжат борьбу за Кубок страны в Казани. Второй тур предварительного этапа пройдет с 17 по 23 сентября. Новокузнецкий хоккейный «Металлург» провел второй поединок в чемпионате континентальной хоккейной лиги. На своем льду Столивары принимали Матищинский «Атлант». Счет в матче уже на 16 секунде открыли новокузнечане. Гости смогли ответить только во втором периоде, который стал самым результативным в игре. Основное время матча закончилось в ничью 3-3. В овертайме команды также не смогли выявить сильнейшего. Все на свои места расставила серия буллитов, в которой сильнее оказался «Атлант» 4-3. Мы неплохо провели всю игру, умели сравнять счет в третьем периоде. Но, к сожалению, нас опять подводят стандартные ситуации. Это, конечно, прозвольщик большинства. И, конечно, опять же, буллиты. Болезнь продолжается, но опять же, не будем опускать голову ни руки. Будем над этим работать, работать и работать. На этом у меня все. Если вам есть что добавить, оставляйте свои комментарии на сайте телеканала. Там же смотрите «Мой город онлайн». Если у вас есть доступ к интернету, это возможно и за пределами Кузбасса. Не забывайте подписываться на новости ВКонтакте, Фейсбук и Твиттер, чтобы постоянно быть в курсе событий. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова